сегодня у нас последний долгий разговор про первую половину 20 века да потому что в следующий раз нам нужно будет подготовиться к войне провести войну и из войны выйти сегодня в фокусе моего внимания будут тридцатые годы тридцатые годы это страшно увлекательный период его очень любят историки архитектуры историки искусства историки декоратива прикладного искусства обожают историки интерьера тридцатые годы во первых в каждой стране имели свою специфику такой вот национальной очень яркую а с другой стороны это такой период когда искусство дизайн архитектура очень в таком лобовом столкновении сошлась тоталитарной властью до в разных странах по-разному но политика стала влиять на искусство очень сильно и это конечно вот такой мы все долгие годы переживаем этот самый посттравматический синдром это в тридцатые годы все смотрят очень пристально лишь какие страны сегодня мы будем смотреть начнем с италии и и посмотрим как следует ну по мере сил конечно тоже время у нас не так много потом у нас будет тема связанная с альянсом модернизма и природы да мы с вами уже посмотрели такой жесткий модернизм двадцатых годов баухаус достает а в тридцатые годы вот произошло произошел некий поворот к природным формам довольно интересный да его интересно смотреть на конкретных объектах и конечно мы с вами должны будем открыть широкую дверь в то что называется скандинавский дизайн до чрезвычайно важные для 20 века тема вот и посмотрим как следует творчество альвара аута потом все-таки ненадолго заедем в великобританию да потому что перед войной великобритании происходили довольно интересная вещь немного да но тем не менее кое-что великобритания нам подарила и затем переместимся прям как гости в ссср я не смогу вам показать тридцатые годы ссср во всей полноте да во первых потому что это надо быть все-таки очень узким специалистом они не так хорошо изданы да они так хорошо исследованы как ни странно но какие-то вещи да вот в частности мебель сталинского ампира и позднего пост конструктивизма я вам покажу мы посмотрим как все это выглядело после чего мы радостно переместимся в америку да и вот отследим это после эту декады дизайна да вот как тридцатые годы после великой депрессии как дизайнеры и производителей и потребители дизайна чувствовали себя в америке такой план сначала италия мы можем уже начинать смотреть картинки прекрасно все вы наверное как-то интересовались истории искусства наверное может быть многие из вас посетили прекрасную выставку итальянского футуризма который была в пушкинском музее несколько лет назад итальянский футуризм и такое важное явление в искусстве двадцатого века которые историками дизайна воспринимается как первый вариант такого настоящего радикализма в дизайне я вам футуристов показывать не буду да потому что но нельзя объять необъятное просто вот вы должны помнить да что в 1909 году томазо маринетти написал свой знаменитый футуризм этот сам манифест итальянского футуризма маринетти не любил арну вот да вот она его раздражала он хотел чтобы все было по-другому чтобы все было иначе в частности он писал что великолепие мира обогатилась новой красотой красотой скорости дан и вот вообще эта скорость переживание скорости изображение скорости в том числе и в бытовых предметах это была тема футуристов формально да вот по форме это все выглядело чрезвычайно авангардно но это надо понимать что это длилось недолго да но это вот даже по сравнению со всем дизайном европы это была такая вот радикальная форма дизайна что происходит что рождается из футуризма и чем он собственно сменяется двумя направлениями в итальянском дизайне 1 называется но вечен то но вечен то итальяна сейчас про него расскажу это такое вот отрицание футуризма это возвращение к классической итальянской форме римской это попытки вот классику до итальянскую классику что-то с ней такую произвести какую-то операцию чтобы она оставалась классикой что были все эти вот там колонны и портики пилястры но чтобы она выглядела как классика сделаны в двадцатом веке сейчас я вам покажу вещи вы поймете о чем идет речь и до войны да все-таки итальянцы попробовали на вкус настоящий модернизм мощное было течение рационализма итальянскую сейчас будем смотреть конкретные вещи вы поймете что к чему значит а но вечен то в переводе на русский язык значит двадцатый век то мы знаем эту итальянскую привычку называть стиле по первым двум цифрам до но вечен то это фактически двадцатый век quattro чем то это пятнадцатый век чинкви чем то 16 век и так далее значит была группа художников до которые и архитекторов которые вот стремились возродить эту классику да как на на новом таком вот с новыми формальными принципами что это дало какие вещи вот какие конкретные образцы в дизайне вот знаменитая кофеварка мокко эспрессо который мы все с вами прекрасно знаем у половины из нас она стоит на кухне потому что есть мы летим из италии из милана в аэропорте мальпенза в аэропорте фьюми чина везде она продается вот в том виде в котором она сейчас продается во всех итальянских магазинах она начала выпускаться в пятидесятые годы но придумана она была до разработана и начался ее выпуск с 1933 года то есть это вот такое и она считается одним из самых таких замечательных и понятных до памятников итальянского новиченто а значит в чем тут как бы формальный признак да по которому ее относит эту кофеварку к искусству новиченто смотрите она граненая да напоминает нам граненую колонну у нее она сделана из алюминия классическое сочетание материалов это алюминия на довольно тяжелая и бакелитовые ручки она действительно он они правда периодически взрываются вот но в принципе это вот такое типично итальянский подход к делу да то есть может быть красивая эффектная форма при какой-то замысловатой функции итальянцы это делать умеет значит сделал ее ну компания бьеретти да и изначально выпускала а сделал ее дизайнер нарисовал луиджи д д понти самое яркое в дизайне воплощение течение новиченто это довоенные работы джо понти джо понти это такой столб итальянского дизайна когда мы с вами доживем до 50 60-х годов я буду вам рассказывать это имя будет всплывать у нас периодически он и архитектор он и художник он и инженер он и дизайнер он и мебельщик очень хороший то что он нарисовал невероятное количество хорошей мебели у него был темный период в жизни связанные так сказать с сочувствием фашистской партии вот но вот удивительным образом итальянцы несмотря на прекрасный фильм конформиста да они как-то вот из этого своего фашистского прошлого они вышли достаточно ну я бы сказала не травматично да не так плохо как мы которые ним никак не могут из этого выйти не так психоаналитично как немцы до которые до сих пор очень так сказать страдают от этого своего прошлого у итальянцев все произошло как-то мягче но вот джо понти муссолини фашистам сочувствовал и фаши и муссолини тоже изначально любил новиченто да вот он сделал ставку именно на стиль а у вру сначала он любил рационалистов сейчас вам расскажу значит а посмотрим сейчас вещи которые джо понти делал до войны он работал для самые известные это его керамика для фабрики ричард джинори ричард джинори существует до сих пор до до сих пор производят керамику до сих пор повторяет какие-то вещи спроектированы джо понти джо понти здесь на этой фотографии совершенно неузнаваемый да потому что как икона как галагерой дизайн 20 века он к нам пришел после войны да и мы знаем его таким уже седовласом старцем таким человеком зрелых лет а это он еще такой вот относительно молодой человек вот тут прям сразу видно что такое новиченто да это все нам напоминает этрусские вазы со светлофигурной росписью и все эти значит ну классические классическую древнеримскую этрусскую керамику но что-то все-таки нам говорит о том что это вещи современные что-то мы прям чувствуем что это сделано в 20 веке а в 1925 году сделаны эти вот конкретные тарелки джо понти и надо понимать что вот этой керамики довоенные очень много занимался джо понти и мебелью и эта мебель тоже была вот подчерк очень хорошо как он умеет она была нарисована но вот у нее такие были классические детали да вот валютообразные вот эти самые завитки да вот пристенная скамья из палац кантине бонакоси 30 года да она точно датирована и мы прям видим что это такая вот антикизирующие мебель тоже очень известная его работа довоенная это секретер высокий да с высоким таким этажеркой для книг понятно что понти говорит что я умею нарисовать очень классично умею играть пропорциями потому что я все-таки дизайнер двадцатого века и все это конечно очень так сказать в римском стиле что было важно вода была борьба но вечер то и итальянских рационалистов лишь выразилась она в том что в двадцать восьмом году в один и тот же год и те и другие получили свои журналы вот знаменитый журнал домус который изначально редактировал джо понти и основал его джанни мадзокки он выходит 1928 года а это был рупор дизайнеров приверженцев стиля новиченто в том же году начинает выходить журнал ля каза белла да прекрасный дом который потом будет писаться в одно слово каза белла а и там становится редактором пропагандист итальянского рационализма а рационализм это такой вот прям настоящий итальянский модернизм скупой геометричный сильно редуцированной формы сейчас покажу вам стулья вы сразу поймете чем идет речь но просто эти журналы вот за что мы любим итальянцев да домус вообще а организовывался основывался да как журнал лайфстайловый да вот посвященный образу жизни современному дизайну может быть там даже каким-то общественно-политическим моментом но поскольку его возглавил джо понти до который был весь увлечен дизайном и архитектуры он очень быстро стала журналом почти профессиональным нацеленным на внимание архитекторов и дизайнеров и как вы знаете домус выходит до сих пор слава тебе господи конечно он очень сильно эволюционировал но вот это вот сама способность итальянцев держать бренд до в течение долгих-долгих десятилетий и бренном это не модный журнал то это журнал все-таки посвященный таким вот высоким материи но он даже до сих пор слава слава тебе господи и казабелла тоже жива до сих пор значит а как же выглядела архитектура и дизайн рационализм вот самым таким хрестоматийным памятником является к за дель фа шо да это штаб-квартира фашистской партии в городе кома недалеко от милана построил ее спроектировал до архитектор джузеппе тирани это такой прям вот настоящий чистый идеальный памятник итальянского рационализма сейчас я вам пока ну показываю вам картинку что вы сразу поняли о чем идет речь муссолини бени туда и вообще фашистской партии они изначально сделали ставку на рационалистов да потому что ну им казалось что там вот такая новизна да вот это вот новая редуцированная форма а потом когда уже так сказать понадобился имперский размах да они очень сильно обратились к новиченту собственно тоже эволюция была и в советском дизайне в советской в советской архитектуре сначала вроде бы конструктивисты да а потом все это сворачивается в так называемую культуру 2 и имперский язык до советской архитектуры так называемый сталинский ампир это уже конечно никакой не конструктивизм но и подобная же эволюция была в италии еще вот смотрите джузеппе тарани каза дель фашо штаб-квартира строят с 32 по 36 год обратите внимание на фасад фасад чистый геометрически ясный если вы подойдете близко дай посмотрите детали вы конечно поразитесь тому как все-таки итальянцы умеют даже в самой простой форме элементарные высушенные до схемы все равно остаться мастерами пропорций очень хороших прям вот фасад кричит о том что я очень хорошо посчитан да и какая-то вот тонкость этой графики она конечно вас будет подкупать что в интерьерах а в интерьерах пустота чистота привычная нам и мебель вот мебель которую джузеппе тарани спроектировал специально для фашистской штаб-квартиры она как бы образцово-показательная мебель итальянского рационализма а знаменитейший стул фолия для этой архитектуры значит он строит с 32 по 36 стульчик проектирует в середине так когда уже понятно что там происходит с интерьерами стульчик заметьте вроде бы элементарный до который говорит что я вот вот мое сидение основания до элементарная прям как деревянный табурет вот моя спинка но при этом очень артирует геометрия артистичные у итальянцев как почти всегда это так будет значит вот эти вот широкие металлические ленты они конечно делают этот стул абсолютно незабываемо и вот я вам говорю что фашисты как-то вот с этим своим прошлом они расстались спокойно да не случайно после войны уже компания дзонотто начинает перевыпуск этого стула и этот стол собственно выпускаются до сих пор тот же джузеппе тарани сделал кресло и мы его видели с вами в интерьере касса дель фашио это кресло посвященное итальянскому футуристу архитектору санты ли так и называется кресло санты ли сделано но в 1935 году она вот идею этой самой мебели из трубок до металлических мы с вами видели уже этой мебели полно да вот она расцвела в двадцатые годы а итальянцы чуть запаздывают да и вот ты ранее делает такую простую вроде бы очень вещь но тоже с неким таким артистичным заходом вот чтобы вы видели джузеппе тарани портрет так с ним простить еще кое-что покажу вам из итальянской из мебели итальянского рационализма что вы представляете как это выглядит джузеппе погану да это имя вам уже называла этот человек несколько лет был главным редактором вот как раз журнала лака за белла а сиротский наш любимый сиротский модернизм до простой и вот это вот овладевшие всеми после 1927 года идея консольного стула после того как мартс там готовясь к выставке вайсон хофе нарисовал эту вот идею консольного стула всем она понравилась все стали этим заниматься габриэли муки да это все-таки имена не так чтобы уж очень известные да но вот ты ранее джо понти это большие мастера крупные а вот эти вот рационалисты они такие поменьше но все равно мы с вами можем посмотреть реальные как бы вещи итальянских рационалистов 1936 год аньёль доменику пика 33 года почти ордекошная вещь да потому что вот массив вот это вот деревянный массив сочетание с предельно прозрачной вот этой самой металлической конструкции до 3 линии по геометрия красивая есть контраст между частью предельно массивной и частью предельно облегченной значит конечно итальянцы много мечтают и фантазируют конечно в тридцатые годы это вообще тема модернизм к эта тема аэропланов самолетов тема авиации может быть кто-то из вас ходил в центре авангарда когда он еще был в пределах музея толерантности была потрясающая выставка сделанная александра селиванова и называлась она модернизм и авиация вот там очень много было всего интересного и я вам просто покажу несколько вещей тулио кроли итальянского художника который вот как раз был погружен в изображение всех хавиц авиационных он же занимался и плакатами то есть не только живописи но и плакатами еще хорошие итальянские вещи довоенные такие вот памятники рационализма это известный торшер иллюминатор дизайнер пьетро кьеза сделаны для компании фонтана арты вот фонтана арты тоже надо запомнить потому что это крупная итальянская фабрика специализирующиеся на свете до который издает очень много культовых светильников итальянских нарисованных спроектированных итальянскими дизайнерами знаменитыми в тридцать третьем году придумана это вот простейшие вещи до который выглядит как абсолютная такая вот икона 20 века и вы не можете сказать точно когда она была сделана такая вещь могла быть сделана и в тридцатые годы и в сороковые годы и в 60 70 она могла быть в принципе сделана не знаю 10 лет назад а может быть и вчера да вот появляются дизайнеры которые умеют делать этот модернизм timeless до вне временной форма редуцирована но она настолько как бы универсально в ней вообще нету как бы ничего почему мы могли бы опознать это как вот конкретное какое-то десятилетие а тогда же в 30-е годы развивается вообще надо себе представлять что конечно а до войны вот между двумя войнами итальянская промышленность да очень как бы была подогрета до итальянцы пробовали делать они умели выпускать серийные вещи да у них уже был налажено это самое серийное производство конечно расцвет итальянского дизайна это послевоенные годы вот про это чудо восстановление италии из пепла я вам если доживем подробно расскажу но надо понимать что это чудо все-таки случилось не совсем на пустом месте до 30-е годы определенный уровень до вот этого серийного производства промышленного она итальянцами уровень был взят шикарная вещь да это fiat 500 и который называется тополлино тополлино это мышонок тополлино как нам объясняют во всех учебниках дизайна это мышонок который вот под стать американскому микки маусу да то есть все итальянцы прим даже представляют как он примерно выглядит этот тополлино значит нарисовал конкретную вот эту маленькую удобную эргономичную можно сказать машинку а данте джакоза его называют последним великим конструктором автомобилей это очень важно почему он еще думал он еще проектировал как инженер да вот у него собственно это самая маленькая форма родилась из того что он там кое-что поменял местами да а вот следующее поколение это будет уже чистый стайлинг да когда инженерная часть движется одним путем да а собственно автодизайнеры дизайнеры они занимаются стайлингом кузова и они конечно в какой-то момент договариваются да так чтобы но автомобильная вот эта двигательная часть не противоречило но в принципе это уже тут ну как бы другая профессия а вот данте джакоза мы любим его до чтим его память и с удовольствием смотрим на его портреты именно потому что он считается последним из палеяды конструкторов до дизайнеров которые собственно вот конструировали машину как движущийся объект и вот это вот форма она еще по заветам салливана да она рождалась из функции значит в производстве он был с 1936 по 1955 год то есть достаточно ему удалось сделать универсальную машину она была не супер дорогая она была очень удобная а ну относительно удобная да она была очень маленькая а из довоенных вещей тоже таких прям совсем культовых это радиоприемник модели 547 3 дизайнеры и и проектировали ливио пьер джакомо кастильоне луиджи качи доминионе вернее два дизайнера для компании фанола и у нее такой размытый выпуск до с 1000 закончили ее делать проектиров 39 по моему и и начали выпускать сорокового года но все равно она как бы является вот таким вот довоенным образцом довоенного дизайна смотрите на радиоприемника внимательно потому что мы с вами будем смотреть на множество радиоприемников американских и на множество радиоприемников послевоенных и вот чтобы понимать что там сделает дитер рамс в компании браун нам надо понимать что был до войны да вот как это все выглядело значит это считается во первых очень важным памятником дизайна объектом дизайна для понимания довоенной стилистики и для понимания итальянского отношения к предмету итальянцы как я вам говорила они любят чтобы вещь была практична но чтобы было вот чтобы форма была запоминающаяся до чтобы ее можно было вот рассказывая друг другу есть человек ваш друг ваш не видел предмета до чтобы вы могли примерно его нарисовать в этом формула запоминающийся для того чтобы понять так вот прочувствовать все таки итальянские тридцатые годы я быстро да сейчас вам покажу два уникальных итальянских интерьера они разные но оба этих интерьера они дают полноценное ощущение вот непередаваемых тридцатых годов первое это знаменитая вилла может быть многие из вас были кто любит милан обычно туда ходят но все-таки всех остальных я с большим удовольствием туда приглашаю это знаменитая вилла семейства неки компилья проект архитектора пьера порталупи а находится она недалеко от курса венеция удивительная совершенно двухэтажная постройка которая дает ощущение а вот ну не могу вам долго рассказывать неки это такое семейство владеющие текстильными производствами впадуя очень богатая семья компилья это значит был аристократ муж который женился на одной из сестер неки а иначе получилась такая вот большие идеи очень большие деньги прямо одни из самых одна из самых богатых итальянских семей как раз вот в последние это десятилетие перед войной решает обустроить дом в милане и приглашают пьера порталупи а пьера порталупи был прямо вот модником да все стремились у него делать интерьер его считают таким вот мастером итальянского довоенного буржуазного интерьера он эклектичный совсем эклектичный но все таки вы что-то сможете почувствовать из того что считается итальянским арт-деко да вот если чувствовать здесь то в этом доме можно это как-то уловить дом этот немножко перестраивался после войны кое-что сюда внесли но в принципе ощущение общее да мы с вами можем поймать эти семьи богатые да это вот было то поколение которое как бы не понимала что на них движется да вот они еще пребывали в каком-то таком состоянии что вот мир принадлежит им да то вот к сожалению и это такая вот можно сказать лебединая песня богатые итальянской аристократии которые вот последние перед войной такой всплеск потом дальше все это мир уже после войны мир не будет уже прежним причем во всех странах и это я думаю мы с вами почувствуем глядя на послевоенные вещи это лестница да вы сразу понимаете что это очень прям вот арт-деко настоящие да вы видите рисунок лестничный лестничного ограждения да похоже там на меандровый поезд да но все-таки такая какая сложная геометрия двойная причем да и который задает большой масштаб самом деле это лестница может значит гобелены мысленно убираем да не появились после войны вот но тем не менее значит мы с вами здесь гуляем гуляем сейчас я вам покажу вот посмотрите на стены вот это как раз одна одно из помещений это вот некое служебное помещение примыкающие кухне до которые вот показывает что порталуппе эклектик да он мог быть мастером арт-деко он мог внести там какие-то старые итальянские вещи в интерьер но вот здесь мы с вами прямо чувствуем что это вот сделано а человеком который видел модернистскую архитектуру то я видел модернистские интерьеры хозяйская спальня значит почти всю мне очень много мебели под порталуппе нарисовал сам для этой у порталуппе у самого потрясающий дом в милане он к сожалению закрыт для посещения хотя это прям вот настоящий музей он открывается страшно редко прямо раз в 10 лет туда во время миланского мебельного салона пускают посетителей так что если вдруг когда-то вы где-то услышите что открыт дом порталуппе ученики прям невероятно интересно сейчас в милане есть только часть мастерской порталуппе и там сидит его архив да вот фонд порталуппе который как бы занимается наследием этого архитектора и дизайнера вот он замечательный мастер действительно автор очень многих довоенных интерьеров очень часто вот когда к нам в журнал приходят съемки современных миланских интерьеров которые располагаются в старых домах то и там всегда помечено что это вот дом спрыгть многоквартирный дом спроектированной порталуппе я уже сразу знаю что там обязательно будут витражи там будет очень интересные двери да там вот все будет как-то сделано вот с в его стиле второй дом в который я вам вас приглашаю тоже довоенные это знаменитая вилла подсолнух это произведение даже не столько архитектурное сколько инженерное а строил и ее для себя этот дом виллу до итальянский инженер анджело инверници со своим другом архитектором да то есть архитектор ему помогал значит смысл заключается в том это весьма футуристичной идея сама по себе что этот дом должен был вращаться за солнцем по принципу подсолнух значит подсолнух поворачивать свою головку к солнцу там действительно вот как он выглядит снаружи чуть-чуть нам напоминает по силуэту виллу раба ромали стивенц которую я вам показывала на одной из предыдущих лекций значит действительно у него есть вот это вот ось до которая отмечена вот этой самой высокой башни и вот этот вот корпус как вы видите да он действительно движется вот то что вы видите перед домом это не просто клумбы то это клумбы и рельсы до чтобы вот это вот вся конструкция могла двигаться это конечно не то скорость до новая категория великолепия мира который писал тамаза маринетти но что-то от этого да вот движущийся дом не статичный что-то от идеи футуристов в этом доме все-таки есть а значит снаружи вполне себе такая авангардная архитектура внутри все очень буржуазно сейчас посмотрим хорошо знакомая вам металлическая сиротская модернистская рационалистическая мебель значит была сделана специальная фреска вот с изображением этого самого движущие движущегося дома чуть-чуть вам просто показываю обратите внимание тут есть чертежная лампа значит а чертежными лампами озабочены очень многие дизайнеры и архитекторы в 30-е годы лучше всего чертежную лампу удастся сделать в англии я вам о ней расскажу но чтобы вы ну как бы раз уж на картинке она есть вы понимали что это тоже идея который всеми владел значит дальше большая тема который нам с вами предстоит осилить то это модернизм и природа а модернизм который поет машину машинное производство механизацию стандартизацию мы с вами посмотрели достаточно мы в него углубились и все двадцатые годы собственно это было вот движение к к этим целям пока не случился не некая остановка и пока самые увлеченные вот этой самой идеи механизации стандартизации не сбавили обороты не стали смотреть например не повернулись к природе значит разговор свой вот об этом повороте о сближении модернизм модернизма с природой я начну с того что покажу вам тоже культовый памятник дом а потому что когда мы видим с вами дом они отдельный предмет нам легче ощутить полноту идеи да это знаменитый дом над водопадом спроектированы фрэнком лойдом рай там для бизнесмена до очень такого продвинутого американского бизнесмена эдгара каффмана ну для его семьи до для жены лилиана их сына значит то что у рай то был вообще всегда свой особый модус модернизм это я вам рассказывал еще давно до его интересовало и японская архитектура и всегда он как бы смотрел как его дома вписаны в пейзаж и всегда он пытался вот эту самый модернистские идеи как-то увязать до помирить с природой не случайно мой любимый дэн суджич говорит что все-таки райт по ощущению да это вот последний как бы архитектор 19 века шоу не случайно он там ходил в пелерине в берете что-то ему там приписывают вот это вот собой старомодность и олдскульность страшно но действительно мы-то его знаем как модерниста как икону 20 века но вот у него была такая был такой сентиментальное отношение у него все-таки модернизм очень сдобренный такой вот ну натуральными материалами и очень сильным интересом натуральным материалом не случайно как вы знаете часть стены этого дома над водопадом образует естественно кусок скалы посмотрим что там происходит внутри дома над водопадом и вот увидим что вот эти самые природные сланцы натуральный пол до низкая мебель японская вполне себе японская традиция значит разноуровневая мебель до который вам позволяет не только быть низко но и опуститься еще ниже это вот все из конечно свободный абсолютно свободный план прозрачные эти перегородки кресло это тоже запомните потому что я вам буду рассказывать о нем очень подробно конечно самое яркое обращение модернизма природе она связана с тем что у нас появляются вроде бы модернистские кресла которые сделаны не из металла вот тот культ трубчатого металла который прямо владела у мамин в конце 20-х годов он постепенно сходит на нет прежде чем у нас на сцену выйдет alvaro alt и я вам покажу более мелких дизайнеров до которые даже раньше чем алта стали интересоваться гнут гнутом где деревом фанеры и так далее конечно это адольф шнек он не очень сильно известен но тем не менее у него тоже обратите внимание вот конкретную я вам показываю конкретные кресла они сделаны из гнутого дерева выглядят как-то вот по-танет овске да но тем не менее спроектированы в тридцатые годы значит а пионерами да прыгать в проектировании мебели из легкой фанеры считаются братья хайцы бода раш совсем не alvaro alt а значит сейчас я вам покажу вот это их вариант 27 года тоже вот этой вот идеи консольного то что мы называем консольного стула которая овладела дизайнерами после того как маркс там нарисовал свой проект он конечно стул прекрасный очень известный очень интересный вот конкретно этот стул находится в коллекции александра фон фиге зако я его называю веги заком так удобно вообще-то формально он фиге зак это имя тоже надо знать потому что это такой вот сейчас ему по-моему лет 60 если я не ошибаюсь это человек который ввел моду на коллекционирование старой модернистской мебели он всю юность занимался тем что покупал на аукционах где-то подбирал вот эти старые модернистские вещи и в результате собрал фантастическую коллекцию которые потом он передал музею дизайна компании vitro да и стал директором этого музея но часть вещей да все-таки осталось в его личной коллекции и вот мне кажется что вот этот стул раз уж он у нас с копирайтом как коллекция александра фон вегизака из его родового поместья вот значит он витре его не отдал обратите внимание вещь вроде двадцать седьмого года до скульптурная да и есть ощущение что она такая вот она и и интересно смотреть в профиль да вот самое и и и когда мы смотрим на поверхность этого стула да мы видим там какое-то волнение такое который в общем напоминает нам органику да вот может быть это волнение связанное с абрисом человеческого тела тема это тоже будет очень волновать дизайнеров вплоть до наших современников когда фабио новэмбер итальянец сделает вообще консольный стул женский мужской он и она да с полным так сказать абсолютно физиологическим повторением частей мужских и женских а ритвельд тоже да уж он у нас был прям модернист модернист да уж он так у нас прям все редуцировал форму и он тоже в двадцать седьмом году смотрите делает кресло которое называется first model ч до стул а очень хитро устроенный да как часто бывает у ритвельда то что ритвельд любит показать конструкцию наружу до чтобы вы изумлялись как там сделаны стыки как он придумал вот соединить все эти части вещь очень неудобная до сидеть на ней я никому не рекомендую вот но посмотреть эти посмотреть интересно то что она действительно как бы кричит нам о чем о том что я вся прямо скроена как пиджак да вы можете меня разобрать на отдельные детали вырезанные поликалу да вот как портные краят из ткани вот все это упаковать плоско-плоско да а потом значит собрать самостоятельно и все это будет ну как бы вот как будто бы она сделана из листов бумаги то тогда же в тридцатые годы проектирует свои стулья серж чермаев вот в принципе они не самые выразительные для моей темы но я их сюда поставил потому что у меня не будет больше другого повода поскольку мы с вами летим быстро поговорить об этом удивительном человеке серж чермаев американский дизайнер англо-американский дизайнер с абсолютно чеченской фамилии родился в россии в российской империи в городе грозном 1900 году жизнь как роман да но надо себе представлять что это конечно очень крупный фундаментальный дизайнер который много проектировал уже когда так сказать оказался в эмиграции у него много мебели у него мебель вообще напоминает конечно главным образом мебель арт-деко вот и у него знаменитый есть сын иван чермаев который дизайнер график может быть вы ивана знаете лучше но вот это вот такая семья до которая обогатила глобальный дизайн эмигрировав из так россии вот я вам показываю на 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 этом слайде 7 почти семейное фото значит старенький это уже конечно после военной фотографии старенький беловолосый старец это как раз серж чермаев а вот в белом костюме самой правой да это его сын иван чермаев и вот наконец мы с вами добрели до алвара алта алвар алта абсолютная величина невероятно важный для истории дизайна человек конечно он архитектор по преимуществу но ему удалось наделать очень много мебели которые очень сильно повлиял на двадцатый век и он такой краеугольный камень того что мы называем скандинавским дизайном вот про скандинавский дизайн сейчас вам скажу отдельно немножко да у нас будет такая вставка значит в двадцатые годы германия франция швейцария да вот эти три страны она кует у нас такой жесткий модернизм до редуцированная форма много металла абсолютно так абсолютное упрощение больше машины чем человека скандинавы тогда же думают о том что модернизм это прекрасно функционализм это просто вообще то что нам нужно но надо бы помягче да надо бы вот искать такие формы которые все-таки человеку как-то больше органики у них для этого были предпосылки значит на самом деле вот тема того что происходило скандинавских странах в девятнадцатом веке она очень интересна на 5 мы с вами бежим рассказать подробно не могу значит там было много проблем проблемы были связаны с тяжелым климатом с непростой социальной ситуацией и с гигиеной и скандинавы очень особенно швед шведы думали о том как бы им вот так вот договориться со всем населением чтобы бытовая жизнь была правильной удобной комфортной и не очень дорогой значит вообще у всех скандинавов это до сих пор очень сильно чувствуется очень сильны то что мы называем горизонтальные связи до страны маленькие и они умеют договариваться на уровне страны так чтобы все общество быстро по ну как бы было информировано все поняли о чем идет речь и все как бы подумали и согласились на что-то да вот там можно запустить какую-то идею который очень быстро овладеет массами значит какая идея была запущена был такой у них иллюстратор карл ларсен все его знают все когда начинают разговаривать про скандинавский дизайн всегда его вспоминают вот он начале 20 века дел такие иллюстрации с видами сельских интерьеров симпатичные да вот как бы должен был выглядеть хороший скандинавский дом эти иллюстрации значит распространялись и все на них смотрели и думали окей мы будем к этому стремиться было еще феминистка такая настоящая шведка эйлин кей которая не занималась иллюстрированием идеального интерьера она за занималась выработкой идей простых внятных убедительных почти бесспорных у нее была концепция религии красоты заключался на в том что концепция была такая значит надо воспитать эстетические вкусы да то есть всем прямо на пальцах объяснить что какой предмет хороший какой интерьер хорошие какая вещь хорошая это приведет к тому что стандарты дизайна будут выше лучше правильнее да то есть дизайнера подстроиться если у них у них будет требовательный заказчик который будет понимать какие предметы ему нужны а если будут хорошие стандарты дизайна то это соответственно повлечет за собой социальные реформы да вот ну как бы жизнь всего общества автоматически как бы вот и над сказать что нам конечно это кажется абсолютной утопии но у скандинавов действительно так получилось лишь вот это вот эйлин кей написала роман да ну там с фабулы с каким-то перипетиями но такой довольно есть честно скучный называется он века ребенка сделала она это в 1900 году да то есть на самом старте а потом она написала статью программную да уже без всяких этих самых художественных дел без билетристики которые статья называлась красота для всех вот это вот идея выработать что-то такое что будет воспринято всеми какие-то такие вот вычислить формулы вещей которые будут всеми приняты она скандинавами очень владела и надо сказать что они действительно не поспоришь да вот мы когда приходим в икею она нас может там раздражает нам может казаться что вот это надоело у всех и кей это ужасно стандартизация но а вот скандинавы эту идею красоты удобства чистоты функциональности для всех это такое вот как сказать вот приятное предложение да они хотят чтобы всем было хорошо искренне хотят чтобы всем было хорошо это не понуждение к тому чтобы у всех было стандартизировано а вот некая некая идеальная до представление о дизайне который как они считают подойдут всем и более того после войны мы с вами убедимся что действительно скандинавский дизайн оказался невероятно популярным других странах но еще есть таких вот ключевых событий значит в 9 в 1915 году шведская ассоциация ремесленников организовала агентство по укреплению связи между художниками и производствами да это напоминает немножко немецкий вверх бунт но такое более вот у скандинава всегда все происходит по свободнее поприятнее помягче в 1917 году уже до произошла выставка в основном шведского дизайна с новыми вещами да вот они пока показали друг другу как они научились делать вот вещи в соответствии с со вкусами элен кей и и честно говоря вот если бы мы с вами смотрели на эти вещи мы бы с вами увидели что да вещи простые милые не противные и у них есть ощущение что они вот доступны и да то есть их мог мог у тебя позволить люди с не очень высоким доходом 1919 19-м году директор шведской ассоциации ремесленников опубликовал статью больше красивых вещей для ежедневной жизни и вот в девятнадцатом году скандинавы начинают педалировать эту тему дизайна для бедных там то есть им важно вот до сих пор имя владеет идея что не надо очень сильно демонстрировать вот этот разрыв между очень обеспеченными людьми и очень не обеспечен он должен быть хотя бы визуально минимальным да вот не надо так не надо так разводить не должно быть поляризации для скандинавов это очень важно ну и эти страны называются странами налогового ада именно потому что бытовая городская общественная жизнь она сделана на очень высоком уровне именно за счет того что ну как бы вот общество договорилась что не только дома должно быть очень здорово уютно чисто но и на улице должно быть примерно также для скандинавов это важно значит смотрите в 1925 году на вот эту вот выставку которая называлась международной выставки в париже которая на самом деле была очень французской шведы все-таки приехали и привезли свои вещи но на фоне французов до который там щеголяли своими достижениями которые они копили прямо с 1912 года и наконец выплеснули во всей по сравнению с русским павильоном до который вообще продемонстрировал какую-то по сравнению с павильоном или карбюзье из прину во шведы казались прямо мещанами мещанами все у них было какое-то разно стильное и функциональное и с декором каким-то и какой-то в общем местечковые немножко да но но один чуткий к форме человек британец удивительным образом он филипп мортон шент он погулял среди этих всяких там вас табуретов шведских ковров текстиля вот и сказал что конечно есть вот это самое дрип да вот это вот разноголосица эклектичность но во всех этих вещах чувствуется какая-то шведская изысканность да вот он почувствовал что все-таки скандинавы у них есть то что малевич называл прибавочным элементом да вот какой-то вот своя интонация форма образования который вот выдает в них какую-то обществе и эта интонация не противная более того ее даже европейцы могут читать особой элегантностью и вот как бы с тех пор до после 25 года шведы поняли что да у нас есть вот что-то такое что нас отличает от всей остальной европы мы должны это развивать мы должны это вычислить развивать и действительно уже в 1930 году через пять лет после того как шведы в париже увидели себя глазами этого англичанина была проведена стокгольмская выставка на которой шведы показали и вообще там было много других всяких скандинавов что они уже могут делать вещи абсолютно современные но которые не будут визуально путаться с не с французскими не с английским дизайном финляндия да значит вот у финнов не было такого вот прямо общего согласия но у них был выдающийся архитектор альвара альта альвара альта жил долго спроектировал очень много архитектуры да причем удивительным образом значит его архитектуру мы с вами находим в европе в сша и даже в ираке естественно по всей финляндии да это не только не хельсинки это маленькие городки название которых я даже не буду пытаться произносить что вас не раздражать работал он со своей женой айной альта значит изначально его мебель до появилась как результат технологического эксперимента да он очень много работал над тем чтобы научиться гнуть дерево да вот работал над этой самой клееный клей и клееный фанерой и хотел гнуть дерево в разные стороны значит делал он это вместе со своим напарником сейчас я произнесу его имя это отто а кур ху нэн и к началу 30 вот пик экспериментов это начало тридцатых годов они экспериментируют сгнутой березовой фанерой и наконец начале тридцатых годов они патентуют технологию производства мебели значит тут очень важно понимать первым до технологическим элементом на основе которого они делают много разной мебели это вот ножка с l-образной опоры сейчас я вам ее покажу сейчас мы может быть даже забежим вперед вот вот она да значит это были тридцать второй главным образом тридцать второй тридцать третий год вот они научились сделать этот элемент сделали много мебели дальше а позже значительно позже будет так называемая ножка в виде буквы вай до рогатка по-русски мы ее называем рогатка и самый поздний элемент мебели алвара алта это веерная ножка да но мы ее должны научиться определять теперь дальше по порядку а очень важным проектом архитектурным до который очень продвинул алвара алта и как архитектора и как дизайнера мебели это был знаменитый санаторий в пойми санаторий туберкулезные да сейчас я вам покажу эту архитектуру до архитектура абсолютного функционалистская модернистская да вот ничего лишнего никакого декора она еще очень хитро спроектирована под функцию какая функция функция вылечить туберкулезников дать им как можно больше свежего воздуха дать им как можно больше солнца дать им покой потому что туберкулезники как известно очень так сказать возбудимые и там было от вообще все что касается таска да вот задачи который получил алвара алта при строительстве санаторий и при проектировании интерьера все было очень-очень такое вот специальное да вот но в результате оказалось дико удобно вот например это самое знаменитое кресло для санатория в пойми и это вот как раз гнутая фанера она очень должно было быть комфортно и человек должен быть расслаблен в туберкулезники после особенно после лечения после процедур очень энергетически вот ну то что мы называем на нуле до экзостат вот и они не должны тратить силы на сиденье в неудобной мебели при этом эта мебель должна быть абсолютно гигиенично да чтобы ее можно было мыть чтобы ее можно было там проветривать и так далее то есть никаких вот матерчатых обивок быть не может в туберкулезном санаторий потому что это невозможно дезинфицировать необходимым образом эти кресла конечно фантастически смотрятся когда их много да прям вот такая вот унификация и конечно они хороши сами по себе вот если мы с вами посмотрим внимательно до рама до рама замкнутая до с обтекаемой формы это в общем то что нужно знать про скандинавский дизайн классический да природная форма максимально настроенная по человеческое тело из природного материала с минимальным количеством вот металлические включения прям вот сведены на нет вот эту ножку или образную который я вам пока показала она привела к тому что алвара алта создал вот этот самый свой гениальный штабилируемый табурет со штабилируемым табуретом долгая история вы знаете что его копируют производят портят выпускают в невероятном каком-то количестве это такая вот одна из прям таких совсем икон 20 века вот есть от двадцатого века останется пять предметов да вот это вот табуретка штабилируемая придуманная алвара малта она конечно в эту пятерку войдет что про нее нужно знать нам надо с вами понимать что с 30-х годов этих табуретов было выпущено до наших дней около миллиона официальных и считается что около 8 миллионов этих табуреток выпущено всего даст включая все подделки копии так далее значит в 1935 году а алвара алта основу вместе своей женой и своим компаньоном основывает компанию фабрику который называется артек артек это искусство технологии ар плюс технологии да и этот бренд эта фабрика существует до сих пор до сих пор там производится все вот эти классические культовые модели спроектированные алвара малта и айна алта все и по той же технологии до единственное что конечно артек стараются приглашать каких-то вот раскрученных дизайнеров до для того чтобы умный человек мог вдохнуть вот в эти классические формы какую-то жизнь сейчас настоящий момент арт-директором а компания артек является хэлло юн гириус голландка да она вот позиционирует себя в том числе и как такого дизайнера колориста до который отслеживает цвет вот и она конечно красят эти табуреты каждый сезон в какие-то новые цвета эти табуреты тоже ведь изначально придумывались под конкретный интерьер и не под какой-нибудь а бы какой а под знаменитую библиотеку до спроектированную алваром алта на территории который сейчас принадлежит россии да это знаменитая библиотека в выборге ее недавно отреставрировали так тоже в советские годы она была конечно в ужасном состоянии вот но ее недавно отреставрировали и отреставрировали очень хорошо это финансировали финны и следили за качеством реставрации тоже финны я вам сейчас показываю кадр на котором современное состояние этой библиотеки в библиотеке это табуретка действительно идеально для для библиотеки потому что там происходят разные события иногда нужно стульев много иногда стульев меньше они легко убираются быстро расставляются легкие так далее и как вы может быть знаете эта табуретка последние годы стала одним из обязательных элементов магазинов apple да тоже вот apple в своей в своем стремлении к самому простому упрощенному дизайну вот он понял что проще сиденья для магазинов не найти я вам показываю еще кое-какие вещи произведенной компании артек спроектированные алваром аалта вот знаменитая самая тележка сервировочный чайный столик ширма да тоже деревянная и и крест вот это мы с вами уже видели даже мы с вами разбирались в какие годы какой вот этот самый элемент конструктивный был определяющим да значит если вам показывают вот такую вещь алвара алта вы сразу понимаете что это не могло быть сделано 30-е годы а если вы видите веер то значит соответственно это самый поздний конечно конечно айна алта и алвара алта не ограничивали себя работой с деревом гнутой фанерой вот они работали в стекле да это тоже культовая такая прямо ваза с абсолютно органической формой ну всякие глупости по поводу этой формы я вам рассказывать не буду но называется она совой выпускается с 1936 года выпускается до сих пор да значит правильный изначальный цвет я вам показываю уже модную современную правильно изначально цвет она должна быть абсолютно прозрачная если вы видите цветной совой да это значит уже вариации даже в 30-е годы был спроектирован интерьер ресторана совой который конечно чуть-чуть менялся да но ресторан существует до сих пор и до сих пор на столах стоят эти самые спроектированные аваром алта вазы что важно значит во первых мы должны с вами помнить о том что в 30-е годы еще до того как все это начало выпускаться в финляндии очень большим спросом вот это вот мебель алвара алта пользовалась в великобритании да вот британцы сразу почувствовали что такой модернизмом и им подходит и большая часть продаж этой мебели она как раз происходило именно великобритании были там соответствующие компании которые занимались продажей вот и только потом ну то есть продажи в великобритании вот этого всего гнут вы были гораздо более мощными чем в самой финляндии и конечно когда алвара алта приехал в америку и там была устроена вот так сказать специальный павильон на одной из выставок да где он показал всю все возможности гнутой мебели он стал невероятно популярен и в америке вот и собственно вот с этого дебюта до началось глобальное шествие скандинавского дизайна после войны скандинавским дизайном будут увлечены все американцы и французы и и даже в советском союзе вот представляете что такое скандинавский дизайн на сейчас я вам покажу несколько образцов мебели которые вам докажут что вот этой вот гнутым деревом интересовались не только скандинавы но и хорошо известные нам с вами по другим моделям дизайнер даже марсель броер уж который так экспериментировал с металлом с металлическими трубками что прямо вот дал головокружение он в тридцать шестом году делает вот такой вот шезлонг да полностью деревянный надо вам сказать что вот удивительным образом вроде бы это похоже да на кресло для санатория пойми алвара алта но я сидела и в том и в другом эта вещь не очень удобная а вот санаторный стул для для туберкулезников кресла да вот удивительным образом тут все зависит от эргономики все зависит от так сказать вот курватуры изгиба гэрит ритвельт тоже нам хорошо известный в 1934 году тоже говорит о том что он может сделать интересный консольный стул но он предлагает свою версию это знаменитый стул зигзаг не падает устойчивый и в тридцать четвертом году вот такая он деревянный да за счет этого достаточно теплый на нем можно сидеть тоже не самая удобная мебель для сиденья но какое-то время вы сидеть можно формально все соблюдено до формально есть спинка формально его удобно подхватить и перенести до формально его в общем-то удобно двигать формально вам есть куда положить ноги да и есть конечно красота идеи до когда вывод деревянную деревянная форма у вас как будто бы сложенный лист ну и марсель бройер тоже это вот формованная клееная фанера из нее сделано основание до этого кресла но совсем низкая вот но у него матерчатая или кожаная обивка то есть вот в санатории пойми а точно бы не взяли туберкулез ником не годится сейчас быстренько посмотрим великобританию великобританию тоже надо понимать что там было до войны и как так случилось что британцы смогли именно к войне подготовиться очень неплохо в двадцатые тридцатые годы великобритании было вот прямо она как бы британцы присматривались к модернизму очень надо сказать осторожно да они не погрузились в модернизм открыто да это не немцы не французы не швейцарцы из важных вещей в 1922 году был спроектирован автомобиль остин 7 в двадцатые годы был спроектирован шкаф который я вам покажу чуть позже дизайнера гордона рассела его показывали как раз на международной выставке в париже в 1925 году но самое главное конечно не автомобиль и не шкаф дурацкий да это культовая всем известная всеми обожаемая лампа энгел пауз спроектирована она в 1932 году значит что у нас с именем джорджа карвардина да в некоторых изданиях русскоязычных вы его увидеть как как карвардина да это неправильно он карвардин я тоже как-то вот поначалу его неудобно было называть карвардином но потом я смирилась привыкла он а такой почти самоучка из английского города бата всю юность проработала в автомастерской и вообще автомобильный дизайн его интересовал больше чем проектирование лампы ламп и мебели с большим удовольствием занимался вот у совершил такой не столько даже дизайнер сколько изобретатель да и мы с вами увидим это потому что на самом деле это лампа до в ней больше самого изобретения до чем стайлинга потому что стайлинг в принципе может быть любым в тридцать втором году что нам нужно знать из его биографии сначала работал в автомастерской потом попал в автомобильную компанию хортмана в 1924 году основал собственное дело в 1931 году стал свободным инженером консультантом да вот инженер консультант это вот британцы понимают а в америке я вам буду рассказать о том что в это же время уже были вовсю дизайнеры консультанты что такое консультант консультант это человек который обладает какими-то набором компетенции которую можно позвать чтобы он подумал как решить конкретную проблему собственно уже став тридцать первом году свободным консультантом в тридцать втором году он придумал вот эту потрясающую лампу которая тоже если останется пять вещей двадцатого века скорее всего туда войдет в чем ее смысл мы ее называем и чертежной лампы и англ поездом и вот британской лампу ее масса названий в чем ее прелесть ее прелесть в том что вы можете регулировать угол падения света до освещения она не освещает вам все помещение она благодаря своему вот этому и очень эргономичному очень умно придуманному абажуру колпачку до освещает только то что вам нужно и вы можете и крутить под разными углами и а два рычага причем рычаги могут быть разные длинные да не обязательно чтобы они были одинаковой длины и пружина до пружина сколь угодно длинная как написал нам как завещал нам джордж карвардин это принцип действия руки до пта широк рука у нас так устроено что мы можем в общем то есть у нас нету ревматических каких заболеваний мы можем крутить ее в разные стороны и это действительно оказалось совершенно уникальным предложением до на рынке первые вздрогнули норвежцы да они поняли что это какая-то лампа которую нужно срочно патентовать срочно выкупать права в 1937 году норвежец якоб якобсон хитрый норвежец приобрел лицензию для изготовления лампы она у него называлась не engel paus она у него называлась люкса l1 права приобрел на распространена продажу в производстве продажу в скандинавских странах а с 1940 года он выкупил все права на производство в европе и сша кроме великобритании до сети как у человека работала голова а и только в 1947 году да вот незадолго до смерти дизайнера был зарегистрирован бренд angel paus с обозначением этой самой торговой марки чрезвычайно всем понравилось многократные проводили всякие опросы уже в 60 70-е годы и и обожали архитекторы и дизайнеры да и и использовали в разных местах в клиниках в операционных в парикмахерских назначение были самые разные но ее как лучшее изобретение по этой части как рабочую лампу признали лучшей сами проектировщики да она не случайно называется лампы архитектора или лампы чертежник так тогда же в 30-е годы развивается британская графика я не тоже не буду вам показывать много я вам покажу то что каждый из вас видел кто побывал в лондоне до до сих пор схема лондонского метро она конечно не и чуть-чуть стилизуют да конечно легкий стайлинг чтобы не было ощущение что вы попали в тридцатые годы есть они там стилизует немножко цвет толщину этих линий но в принципе вы вот эту вот схему всегда узнаете придумал ее дизайнер генри бэк в 1933 году и это британцы тоже считают своим памятником своего британского модернизма не всем говорят вы посмотрите какая у нас в тридцатые годы была нарисована карта схема лондонского метро и вы точно вы никаких у вас сомнений не будет что до войны у нас модернизм был будь здоров какой модернизм значит хитрость этой схемы заключается в том что это действительно схема она очень сильно изменена по по отношению к тому что реально вот как реально проложено британское метро конечно вы скажете что схема московского метрополитена тоже сильно изменена но идея изначально что вот создавая карту метро можно наплевать на реальный масштаб и и как бы вот максимально схематично нарисовать она значит принадлежит генри бэк смотрите англичане тоже пробовали до поскольку была у них популярна вот эта вот мебель из гнутой фанеры они тоже пробуют делать фанированную вот такую органической органических форме самый известный образец это кресло для отдыха дизайнера джеральда саммерса тоже во всех музеях дизайна в музее дизайна витра в метрополит они да это вот такое кресло которая за которым гоняются коллекционеры она тоже маркирует вот некий этап в развитии мебели двадцатого века это я вам деталь просто показываю чтобы вы видели как это и культовая довоенная вещи английская это радиоприемник эко ад-65 уэлса колотца тридцать четвертого года она в об ну понятно что это бакелитовый корпус это же мы своим никогда не перепутаем потому что вещи все-таки довоенные да они хотят обладать масштабом да они хотят быть большими они хотят казаться большими соли вот есть какая-то довоенная солидность который потом совершенно уйдет когда мы с вами окажемся 50 50-х годах совершим кратковременное путешествие в советский союз а нет у меня как бы вот и компетенции нету и не прописано на тогда вот история русского дизайна это такая еще очень зыбкая почва но я вам покажу довольно мой взгляд интересные вещи а значит смотрите конечно если вы хотите посмотреть погулять по интерьерам 30-х годов вы смотрите старые станции красный 1 до вот этой довоенные ветки метро есть одно место до в москве где галерея до который целенаправленно выискивает и собирает пост конструктивизм и сталинский ампир да это галерея эритаж я вам показываю стенд этой галереи на ярмарке в базе ли да то есть представьте что вокруг стоят галереи которые торгуют джо понти и к паризе там не знаю баухаузом ну вот всем дизайн 20 ли корбюзье и кучей современного дизайна и стоит такая одна галерея который предлагает сталинский ампир а конкретные вещи посмотрим конкретику с авторами это кресло советское начала 30-х годов спроектирована архитектором великим знаменитым борисом и афаном для дома на набережной вы знаете что он при проектировал весь дом на набережной знаменитый вот и значит вот это вот как образец до интерьерной вещи оттуда до кресла кресла про нашу и афана надо понимать у него у одного из немногих советских архитекторов был опыт учебы и проектирования и реального строительства в италии да то есть он прошел хорошую такую итальянскую инженерно-архитектурную школу поэтому это такая вещь который в принципе да могла быть спроектирована в италии легко и никто бы даже не заметил вещь простая с хорошей конструкции а если бы джо понти подошел к этому креслу он бы конечно есть в джо понти подошел к этому креслу в тридцатые годы он обязательно бы вырезал бы что-то дополнительное чтобы ее приблизить к римскому вкул она бы для него была недостаточно римская но если бы джо понти подошел в 50-е годы к этому стулу ему бы стул понравился единственное чтобы он точно сделал он бы на ножки надел металлические колпачки да и вот сказал бы могу по могу подписываться тяжелая да вот и пон для восприятия вещи тяжелые и вообще как-то и по форме такая вот это то что мы можем считать нашим советским арт-деко идут очень сильные баталии как это называет сталинский ампир советский арт-деко пост конструктивизм а мне кажется что называть от советским арт-деко можно да потому что мы видим масштаб массивность да все-таки понимаем что это скорее вещь конечно же 20 века но вот с некоторыми историческими параллелями что это такое это диванный кабинет спроектированный в 1937 тридцать девятом году все поздние 30-е годы проектировал ее скульптор ленинградский скульптор игорь крестовский не дизайнер да то есть вот мебелью все-таки занимались архитекторы и люди имеющие такое вот скорее художественное образование что мы можем с вами здесь наблюдать помимо тяжести да помимо того что это там есть резьба да резьба вот она выдает так сказать там есть некоторое количество советской символики но к сожалению вот здесь это видно лучше да а делается это артелью ленинец ленинградской дает ленинградские мастера стол для того же а делается это все и вот этот самый диван и вот этот стол делается для дома коммуны ну дом коммуны это такая тоже типология советской архитектуры дом нового быта да с новым образом жизни так дел мало частного много общественного дом коммуны имени калинина в городе смоленске да то есть вообще сложная история но вот удивительным образом эта мебель сохранилась конечно вы тут видите серпы и молоты стилизованы конечно вы видите звезду а когда вы смотрите вблизи на эту мебель а я ее видела ну во первых потому что я видел живем во вторых потому что ее вообще всей публике показывали недавно на выставке в музее архитектуры вы конечно поражаетесь тому как вот все-таки грубо это сделано вот не лаконичный рисунок арт-деко которым щеголяют там какие-то американские вещи или даже французские а вот именно какая-то вот топорность работы да и это конечно вот вы этот эту мебель не ни с чем не спутайте это тоже для того же дома коммуны мебель она выглядит какой-то очень старомодные да вот у нее ощущение нам конечно она невероятно дорога потому что это образец стиля памятник эпохи вот но если мы с вами вот как бы смотрим сквозь призму того что мы с вами уже насмотрели в двадцатом веке это конечно производит довольно гнетущее впечатление а конец 30-х годов мебелью занимался николай евгеньевич лансере известный скульптор художник принадлежащий знаменитой семье до лансере бенуа значит а сейчас я вам покажу несколько вещей которые были ими сделаны в 30 в конце 30-х годов для обстановки музея владимир ильича ленина да то есть это уже такая советская власть начинает себя музеифицировать очень активно в ленинграде который располагался в здании мраморного дворца ринальдзиевского до который сейчас принадлежит государственному русскому музею вещь конечно напоминает нам стиль арт-деко до деревянная с какими-то вот довольно тяжелыми пропорциями опять кабинет крестовского игоря крестовского из того же дома коммуны имени калинина в смоленске тут у нас еще и портрет на изображение самого калинина да вот прям как с надгробного памятника но но обратите внимание вот тут композиционный есть интересная вещь да вот ведь самые расходящиеся лучи они конечно в дверцу вписаны композиционно интересно и посмотреть есть значит тот же лансере делает для музея ленина кресла разной формы сразу немножко одно попроще до такого более функционалистского плана другое ближе к навиченко скажем так диван все вся та же тема да значит тяжелый до топорный вот но поскольку все-таки человек сделал с хорошим художественным вкусом опять-таки как памятник эпохи нам он чрезвычайно дорог но вот вот такое вот не не сильно дифференцированы светильник тоже его конечно надо рассматривать в деталях но вы видите что он в общем то как европейская вещь до украшен там каким-то каннелюрами какими-то вставками накладным кованым декором вот но вещи такие прямо вот тяжелые да вот то что мы называем душные часы и ширпа 1931 года советская символика звезды серп молод все это вот тоже становится декором мебели и существует органично но вот повторяемость этих самых мотивов нас конечно может угнетать показывают для развлечения до казимир малевич кто из вас был на выставке малевича в который сейчас идет в павильоне в днх рабочий колхозниц тот видел значит эти самые флаконы история флакон это тоже памятник советского можно сказать советского дизайна он нарисовал их давно до рано я бы сказал так еще на рубеже десятых годов для компании товарищества бракар эндко бракар это был известный парфюмер который собрал потрясающую коллекцию произведение искусства но не суть да вот для малевича это было халтура да это вот не супрематизм не авангард не а это вот денег заработать вот сделал он такой вот флакон до который выглядит абсолютно то есть если вы привезли бы этот флакон в париж на выставку 1925 года французы аплодировали бы даже вообще не заметили что эта вещь но медведь бы может быть их смутил как странный выбор то животного но вещь такая эффектная стеклянная и это будет после войны до поставлена на поток на серийное производство она войдет удивительным образом спроектированное малевичем русским авангардистом как коммерческая халтура на рубеже десятых десятых годов она вот вернется в советский обиход после войны ну и наше все до граненый стакан значит дизайнер есть долгие дискуссии мухина или не мухина да мы не будем в них углубляться мы с вами посмотрим просто на хорошую вещь которая как бы вот считается авторством скульптора знаменитого советского скульптора веры мухиной значит в серию пошла с 1943 года вещь нарисованная спропорционированная да отлично и самое удивительное в этой вещи как может быть вы знаете то что но это как бы такие расхожая информация что ведь придуман этот стакан был не случайно придуман был для того чтобы появилась посуда который можно использовать в посудомоечных машинах вот для нас с вами людей советского бэкграунда да вообще посудомоечная машина это совсем не агрегат советского быта да но удивительным образом вот в довоенные ранние военные годы все-таки первые посудомоечные образцы посудомоечных машин они проектировались да они не не были естественно запущены ни в какое час для бытового употребления но вот эти промышленные посудомоечные машины используя используемые в столовых да они были и вот такие стаканы были как раз идеально для такого использования и теперь мы с вами вынуждены вернуться в америку по америке побежим быстро до чтобы все успеть потому что 30-е годы в америке это так называемые декады дизайна в америке был бум связанные с двадцатыми годами да все очень развивалась все очень так сказать производство было налажено потребление было запущено и так далее пока не случился 29 год да пока не случилось это самое началась великая депрессия еще до того как у нас началась великая депрессия у нас очень сильно продвинулись автомобильные компании в 1927 году детройтские фабриканты приглашают знаменитого американского дизайнера харли орла проектировать автомобиль вот двадцать седьмого года модель лесаль да это такой вот прям во всех учебниках во всех она хитро устроена у нее она модная да она модная и одновременно с кое-какой экономии материалов тот же харли орл в 1938 году проектирует бьюик white job с вот этими самыми обтекаемыми формами о которых я вам рассказывала в прошлый раз и харли орл да это вот как раз тот дизайнер который становится чистым дизайн это чистый кузовной дизайн это не конструктор это слегка меняемая стилизуемая форма вот его довоенные фотографии он конечно тоже будет еще и много проектировать после войны значит 30-е годы это декада дизайна и вот это самое подстегиваемое новое новое потребление я вам показываю дизайнера раймонда лоуи в его офисе будет у них у американцев как концепция most advanced yet acceptable вот именно в 30-е годы американцы понимают что дизайн это конечно отличная вещь для того чтобы запустить вот эту машину бесконечного желания потреблять и потреблять и потреблять потому что до 30-х годов все-таки общая концепция дизайна строилась на том что вещь нужно спроектировать долговечную до хорошо спроектированная вещь эта вещь удобная экономная а красивая правильная и надолго вот после того как случился вот этот самый страшный финансовый крах и америка фактически вся стала очень многие там банки разорились компании разорились потребление упала прям до нуля значит заработала идея как вот все это наконец оживить что нужно сделать для того чтобы люди начали потреблять и потреблять и потреблять и вот постепенно шаг за шагом да а вот начинается эта концепция планового устаревания плановое устаревание это значит что рынок должен работать так чтобы то что вы купили вчера то чем вы наслаждаетесь сегодня завтра вызывало вашу усталость а послезавтра вы уже понимали что это не годится да что срочно надо вещь который еще прекрасно работает который еще вообще даже не успела начать вам служить уже считалось какой-то вот немножко устаревший не модный неправильный не вещи сегодняшнего дня значит что такое майя мост адвенств с yet acceptable это значит дизайнеры ищет вот эти самые формулы какими должны быть вещи чтобы они покупались они должны быть максимально продвинутыми но не настолько чтобы быть радикальными да вот этот итальянский радикализм американцам совершенно не годится он не работает на рынке и все что делают американцы с дизайном с 30-х годов и фактически до сих пор это дизайн как инструмент продвижения вещи на рынке да она должна продаваться ее надо предлагать ее должен кто-то захотеть и кто-то должен ее купить вот для этого существует дизайн и очень многие дизайнеры в 30-е годы американские они становятся консультантами да это люди обладающими компетенциями которые могут решить конкретную задачу и шканг задачи в 30-е годы в декаде дизайна не конструктивны они не вообще не связаны практически вообще не связаны с функцией они связаны со стайлингом да значит вещь должна каждая новая вещь должна выглядеть чуть-чуть передовее чем прошлое и таким образом должны быть эти незначительные изменения сделаны чтобы серийное производство чего-либо не нарушалась то чтобы вот эти изменения легко было наладить как выпуск конвейера но чтобы следующая серия выглядела более новой более модный а дальше раймон ловый проектирует 30-е годы очень много и все подряд и все и у него стиль обтекаемых форм и вот я вам показываю только самые прямо знаменитые выдающиеся вещи это холодильник 34 года разрекламированные везде во всех журналах вот холодильник обтекаемых форм да то есть вот эти самые вот эта скорость до движения вперед который в общем полюбила арт-деко она действительно спускается из локомотивов и автомобиля она спускается совсем к бытовым вещам а генри дрейфус да это второе имя который надо прям необходимо запомнить очень важное для американских 30-х годов проектирует телефон 1937 году модель 302 она называется она такая вот универсальная да потому что вот эти вот фонографы всякие телефон они были разные а это такой вот уже прям совсем практичный телефон который в принципе с небольшими изменениями мы с вами получим в 50-е в 60-е годы вот телефоны с ручками да вот на рогатках с ручками которые сидят на рогатках они уходят это удобнее да это и это корпус бакелитовый корпус сделан в одном материале да вот как бы без дополнительных затрат металла вот он генри дрейфус среди таких тоже вещей икон довоенных американских это то чтобы мы сейчас назвали термос а тогда это называлось теплоизоляционный кувшин модель 549 для компании термос в двадцатом веке будет очень часто имя какой-то преуспевающей компании будет закрепляться за конкретной типологии вот с термосом это произошло впервые дизайнер ген генри дрейфус и обратите внимание обтекаемые формы вот по материалам мы с вами сразу догадываемся что это наверное вещь какая-то винтажная по крайней мере старая да потому что алюминиевый корпус такой вот и даже вот вот эта скобка до сгиб этой металлической скобки он такой вот как будто вручную вручную сделал несовершенный но если вы мысленно переведете этот термос в какие-то другие материалы стекло с металлом или там не знаю в керамику да то она будет абсолютно вневременная а тот же генри дрейфус проектирует в тридцатые годы знаменитый пылесос хувер модель 150 тоже такая вот вещь и вы найдете невероятное количество рекламы да где тетки вот каким-то образом этот пылесос используют учиться им работать пылесосит какие-то свои ковры рекламные если есть вещь у нее обязательно должен быть рекламный имидж да вот в тридцатые годы американская промышленность начинает работать вот таким вот полным циклом до от потребности до устаревания да и этот полный цикл проектируется заранее сейчас мы с вами только несколько лет назад на наших с вами глазах мы понимаем что она началась вот эта культура проектирования зданий когда в здании просчитывается все от его там возведение существование до последующей последующего демонтажа и ликвидации отходов да вот сейчас это полный цикл для архитектуры грамотной до такой эко-френдли а в 30-е годы американцы учились продумывать вещь от ее создания до ее планируемого устаревания когда она станет уже не модный неправильный а еще один такой вот столб американского дизайн 30-х годов это волтер дорвин тик спроектировал он этот самый радиоприемник настольный да он довольно большой и он очень смешной да потому что у него есть вот эти металлические линии которые называются усами скорости термин просто есть такой и мы тут видим тоже эти самые привычные нам обтекаемые формы и мы понимаем что конечно вот с масштабами они играют да потому что если мы с вами отвлечемся от того что это радио до настольные то в принципе это отдаленно нам напоминает виллу жиросоль даже рассоле подсолнух так нам кажется тоже что в принципе это может быть вращающийся дом и вообще или какой-то локомотив а может быть и лайнер культовая вещь того же уолтера дарвина тига это радиоприемник bluebird до 566 тоже обязательно не просто обтекаемая форма но обязательно должны быть эти усы скорость вот это молдит то что мы называем в автомобильном дизайне молдингами да вот эти самые металлические накладки до которые как бы вот форму нам визуально динамизируют электрический утюг тоже давай ну сороковой год фактически довоенный перепоинт тоже очень нам но в общем с одной стороны нам напоминают утюги 60-х годов а с другой стороны смотрите он не сказать чтобы он был очень функциональный да потому что вы видите вот эти вот самые наплывающие металлические крылья да как будто бы это вообще у нас какой-то водный катер вот но стиль обтекаемых форм как я вам говорил вот он от движущихся объектов спустился в совсем бытовые приборы часы довоенные модель z она называется тоже не невероятно конечно красивые они здорово сделаны очень функциональные это же все музеи главные да вот который гордятся своей коллекцией мы дизайн двадцатого века они конечно хотят иметь их у себя ключевым событием до который заканчивает вот всю эту историю довоенную до военного дизайна является нью-йоркская всемирная выставка 1939 года она назывался не была тема дизайн будущего то есть вот дизайн завтрашнего конкретно дословно дизайн завтрашнего дня мир завтрашнего дня смотрите это конечно очень символично да потому что вот открылась нам помог мая да а вот через четыре месяца там в сентябре 1 сентября 39 года у нас начинается вторая мировая война почему об этой выставке американской написано невероятное количество статей вот ее как-то все почти как выставку 1925 года в париже да она была такой вот ключевой и вот и потому что эта выставка как бы подводит итоги декады дизайна до 30-х годов а фиксирует высокое развитие американского дизайна американской промышленности американского рынка до который готов развивать дальше эти и это такой вот вот как мы всю свою историю поверяем 13-м годом да так и американцы в 20 веке у них тоже есть такая рэперная . 1939 год после которого значит конечно были планы американской экономики сильно скорректированы второй мировой войной а уж как были скорректированы планы америки советского союза это даже об этом будем говорить в следующий раз но на что я хочу обратить ваше внимание значит на этой выставке было два очень важных павильона первый павильон назывался highways and horizons это павильон одной компании это павильон компании general motors до самого мощного автомобильного производителя вот обратите внимание значит пандусы до пандусы целиком за заполненные народом народ смотрел на этой выставке она не случайно называлась дизайн завтрашнего дня там были представлены почти в мультимедийном виде до образы будущего город будущего значит вот эти самые в павильоне general motors там были представлены дороги развязки будущего да и вот был полное ощущение того что вот можно посмотреть в завтрашний день завтрашний день там были 1960-е годы да то есть 20 лет вперед и прям вот через сто лет каким город будет какая будет урбанистика через сто лет 2000 соответственно 39 год а были значит знаменитые 2 еще два павильона перисферы это так да на этом у нас закончится и вот эта самая башня трейлон тут американцы показали все свои достижения тут их увидел весь мир тоже она считается как бы выставка международная но на самом деле это вот такая важная история для америки и это очень мощная как бы фиксирующее представление о том какое было у мира в отношении будущего да и потом по этой выставке поверяли и 60-е годы себя и 70-е годы себя и до сих пор как бы урбанисты они посматривают что там было в америке в 39 году как далеко ушли так все вот я думаю на этом мы сегодня закончим спасибо вам большое